У меня чаша, я ее вынес. Милок, поддержи-ка. Я такой дед подозрительный. Я, наверное, писать ходил. О-о-го. Всем приветики, рады видеть вас на моем канале. Только плей, я Наташа. Мы с вами продолжаем играть в игру, которая называется Late Shift. Это киноигра, где есть последствия, где есть выборы. И в прошлой серии мы с вами ввязались в грабление с, скажем так, с оттихтяющими последствиями. А так же, как говорится или нет? Ну, короче, убили человека, ограбили и кучу-кучу всего еще с вами сделали. Поэтому, если нас поймает полиция, нас 100% посадят как минимум за соучастие. Так что мы продолжаем. И золотую вот эту чашу китайскую мы решили отнести к какому-то мистеру Ву. Так что поехали. С тебя, кстати, лайк. И будешь молодец. Кукусики. Здравствуйте. Ну да, тут прям такой китайский ресторанчик. Красивый, кстати. Атмосферный. Ой, ну только дешевые какие-то посадочные места. Столик на двоих? У нас тут встреча. Столик на четырех? Следуйте за мной, пожалуйста. Хорошо, пошло. Извините. Мы не голодны. Без проблем. Бартам, следуйте за мной, пожалуйста. Нет, приятель. Позови менеджера. Позвайте менеджера? Да, мы хотим, чтобы ты позвал менеджера. Но вы ведь даже не поели. Не поели. Вы сан-инспектор? Нет. Слушай, мистер Ву на месте? Мистер Ву? Да, мистер Ву. Никогда не слышал про мистер Ву. А как насчет королевы? Про нее слышал? Память проясняется. Хера себе! Слушай, сюда. Скажи, мистер Ву, что к нему пришли Мейнлин и Джеффри. Скажи сейчас же или отвечай за последствия. Хорошо. Жди здесь. Хитрожоп какой. Печеньку с предсказанием. И что там? Ты умрешь. Удача не приходит дважды. Беда не приходит одна. Ты ее словно специально выбрала. А что в твоей написано? Ты сегодня умрешь. Не скажу. Почему? Следите за мной, пожалуйста. Скажи. Нет. Видимо, ты умрешь. И тебя посадят. И засадят. Вот там лобстеры лежат, крабы. Опа. Нихера. Ну. Проходите. Ни фига себе, мафиозник. Так и не подумаешь. Какое у вас дело? Ваша чаша. Зачем вы это сюда принесли? Потому что у нас была сделка. Не было никакой сделки. Я вас впервые вижу. Мужчина, который заключил мертв, ясно? Поэтому мы принесли вам вашу чашу. Мою чашу. Ой. О, блять. То, что вы умудрились ее украсть, весьма впечатляет. Но само решение это сделать... Чистой воды безумие. Мы украли ее для вас. Я не отдавал такого приказа ни вам, ни кому-то другому. Что? Кража этой чаши не только безумие, но и самоубийство. Для семьи Чойс. Обладание этой чашей – дело чести. Ради нее они развязывали войны. Ее цена неизмеримо велика. Я знаю, сколько они за нее сегодня заплатили. И не собираясь включать в счет свою жизнь. А теперь убирайтесь! Ладно, как скажешь. И что нам с ней делать? Если Чойс вас поймают, вам крышка. Если вы ее уничтожите, вам крышка. Если вы опять принесете сюда, вам крышка. Спасибо. Добрый дядя. Спасибо. Это не тщет, на мой вопрос. Не мои проблемы. Прощайте. Больше мы не увидимся. Да что ты. Я уверена, что ты сейчас что-то сделаешь. Он это сделал, чтобы нам не платить, я уверена. Он не хочет платить. Это же мафиозник чистой воды. Все еще хочешь знать, что было в моей печеньке? Да. Юнец доверяет своему слуху, а мудрец своему сердцу. Ты знала про Чойс? Насколько они опасны? Блядь, ты знала, да? Знала все, что Ву только что сказал. И все равно пошла против них и украла их дурацкую чешу. Нет смысла пререкаться. Это Чойс нас сбили. Нам нужен план. Что предлагаешь? Залечь на дно, пока не придумаем, что делать. Я знаю, куда пойти. Окей. Окей, веди. Мне уже что? Мне терять нечего уже. Я уже и так обосрался. О, это же Кэп. У меня уже реально все плохо. У меня уже никакой стипендии, ни учебы, ни работы, ничего не предвидится в ближайшее время, потому что меня посадят. Ох, женщина. Ну что ж ты так меня облапошила-то? Мог бы сидеть на своей сраной работе, работать. Ничего не предвещало беды. А тут ны. Ну хотя бы у меня теперь есть девушка, а не машина. Хе-хе. А за нами, небось, уже следят. Смотрят, куда мы там едем, что мы делаем. Комнат на двоих, пожалуйста. Фамилия? Смит? А паспорт не просят? Смит? Серьезно? Я запаниковала. Эм. Да, он дешевый мотель. Так. Включи телек. Надо переодеться, да, небось? Ты ву поверила? О том, что он не знал о сделке. Говорил убедительно. Я не об этом спросил. Они украли еще чьи-то эти вещи? Я не знаю. Я думала, мы привезем чашу ради своих 20% делать сделанное. Сейчас уже должна была быть дома и отмокать в ванне. Дерьмо. Что? Тут ванны нет. Кому-то же нужна эта вещь. Так почему никто не пытается с нами связаться? Может, мы залезть к нему в телефон и в дом Челси? Может, они там с нами свяжутся? Просто помолчи, а? Чем ты это сделала? Потому что мне захотелось. Ладно, пососемся. Я, возможно, об этом пожалею. У нее опять какие-нибудь губы там смазаны. Нет? Не до любви, доктор Джонс. Эй, ну почему тебе захотелось, а мне не захотелось? Ой-ой-ой, все, теперь все знают. Мэй, это про нас. Преступники покинули место на двух дорогих спортивных автомобилях и скрылись. Однако взрыв с участием третьей машины, произошедшим с 20 минутами позже, падая эстакадой неподалеку от Шепард Буш, так считают, связанным с ограблением. Откуда они это знают? Во взрыве полностью уничтожившим автомобиль были... А мне кажется, что кто-то выжил и нас сдал. Мне кажется, нас подставили. Вот ублюдок. Что может быть связано с убийством Энтони Ву, владельца китайского ресторана, связанного с организованной преступностью, его тело нашли ближе к... Твою же мать. Его убили? Ву был прав насчет Чойс. Ух, блядь, это точно. Какой-то бред. В смысле? Почему? Что не так? Ничего. Его убили из-за нас, и мы следующие. Нам нужно выбираться из города. Алло? Мистер Смит, да? У меня на ресепшене люди. Отправить их к вам? Внизу кто-то есть. Да похер, валим! Чудесно, закрыто. Они идут. Похер. Ну, хочется пожить. Давай. А это, прикинь, наши друзья? А, нет. Это эти. Это эти Чойсы. Бежим. Бежим, женщина. Удеительно, что они все входы и выходы не переговорят. Так, стоять. Мэтт, дай мне чашу. Доверься мне, прошу. Ну же. Ебан. Дура. Мэтт, притормози. Поверить не могу, что ты это сделала. После всего, что мы сегодня пережили, ты уничтожила чашу. Погоди ты, а? Они убьют нас, когда найдут. Все не так просто. У тебя еще простого не бывает. Просто остановись, я могу объяснить. Внутрь. Что? Объясняй. Ты уничтожила единственную вещь, которая уберегала нас от смерти. Единственную. Зачем так делать? Это просто безумие. Объясни мне, зачем. А, скорее всего, подделка. Потому что это была подделка. Прости, что? Чаша была поддельной. И где же тогда настоящая? Я не знаю. А откуда ты знаешь, что это была подделка? Потому что я ее сделала. Мэтт, прости, я не знала о последствиях. Мне соврали, как и тебе. Да ну нахуй. Мы все еще можем найти оригинал и обменять ее на наши жизни. Но мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, доверься мне. Довериться тебе? Прости, может, я не расслышал? Ладно, похер. Хорошо. Хорошо, но у меня есть условия. Он плачет. Во-первых, ты расскажешь мне все, что знаешь. Вообще все. Если я пойму, что ты о чем-то умолчала, то умываю руки. Во-вторых, теперь мы все еще делаем так, как я скажу. То есть я принимаю решение, а ты с ним соглашаешься. Договорились. Что-то он какая-то истеричка. Теперь выкладывай. Мне нужны были деньги. Кому они не нужны? Кто тебе заплатил? Сэмюэл Парр. Погоди, это тот, который продавал чашу? Он не был готов с ней расстаться, но он знал, что Чойс не позволит ему ее оставить. Поэтому он сказал тебе сделать копию, чтобы продать ее Чойс, чтобы оставить себе. Но ты же не купилась, правда? Я верю в лучшее в людях. Вот не надо этой херни. Где теперь оригинал? Я не знаю. Наверное, у мистера Чойса. Ой, у того. Я так понимаю, тут замешан пар. Но зачем кража, если он мог просто продать копию? Он не мог ее продать. Они бы все поняли еще в Хейнсворте. Слушай, можно сколько угодно расшивать фортуну, но возраст подделать невозможно. Датировка определяется эффектом под названием термолинесценция. Этот процесс помогает определить, когда фарфор был выжжен. Например, в горящей машине. Ты об этом? Ух ты ж, блядь. То есть, я не знаю. Ты мне скажи. О, господи. Если бы подделку забрали из фургона после аварии, ее было бы невозможно отличить от оригинала. А аварии? А она ведь была не случайной. Это, видимо, была частью плана. А, пара. Ладно, пошли отсюда. Куда мы идем? К пару. Он не уже за ручку держится. Он об этом пожалеет. Я не позволю ему выйти сухим из воды. Если ты его забьешь, проблему это не решит. Но хоть с чего-то начнем. Мэтт. Мэтт, ты же не серьезно? А что мне остается делать? Мне терять уже нечего. Вон, полиция за нами едет. Это нормально вообще? Блин. Потрясно. А мы идем в клуб. Они нас не тронут. Тебя не тронут. Ты имеешь в виду? Не то, что у нас был бы выбор. Если мой отец чему меня научил, так это тому, что самому большему уволену надо дать пороже, прежде чем он даст пороже тебе. Да ладно, ты же в это не веришь? Эй, ты! Остановку в эту сторону, приятель. Откуда мне, блядь, знать, выскочка? Переставь, оставь его. Серьезно, мне нужно поймать автобус, понимаешь? Скорее уж лимузин, выскочка. Полиция. Все нормально. Мы просто прикалываемся, так ведь? Конечно, приятель. Ладно, меня хотя бы не избили. Хотя бы не побили, рожь не набили. Ебаный свитер, теперь меня чуть не задушил. Прости, возможно, ты был прав. Черт! Парень с аукциона, которого чуть не задушил Джеффри, у него был доступ к чаше, когда она была в руках эксперта на сцене, и перед тем, как мы ее украли, возможно, это он. Вот он. Какой у него номер? Секунду. Не так угрожающе. Здравствуйте, простите, простите, что заня так поздно, но я пытаюсь связать с Себастьяном. Он дома? Это Джейн? Нет, с работы. О, господи. Боже, это ужасно. Да, конечно, я первым делом к нему съезжу, мне так жаль. Ты, бля, чего? Он в больнице Святого Томаса. Как он? Ему знатно досталось, забыл? Он в порядке? Достаточно серьезное сотрясение. Твоих рук дело? Конечно, не моих. Это Джефф развлекался. Нормально мы такие. О, здравствуйте, я с работы, я Джейн. Я помогу. О, да, конечно, я к нему съездлю. Только спрошу, где чаша? О, метро. А метро разве работает так поздно? Лондонское. Мне кажется, сейчас уже часа два, три ночи. Сейчас встретим парня, которого я тогда, наверное, давным-давно встретил. Он такой, О, это ты! Ты мне тогда помог уехать или не уехать? Здрасте. Или это... А, это больница. Привет. О-о-о! Ты... Ты здесь работаешь? Как видишь. Думал, ты собиралась на тусу. Спор на косарь. Почему думаешь, отрабатывай сверхурочный? Ну, у тебя все могло быть и хуже. О, не начинай. Извиняюсь, дорогуша, но мы тут спешим. Можешь сказать, в какой палате лежит Себастьян Лерк-Лерк, пожалуйста? Он здесь? Прости, не могу помочь. Опять врет. Перестань, ты всего лишь номер палаты. Слушай, я знаю, ты хотел мне сегодня помочь, но я не могу рассказать тебе об этом пациенте. Так, он здесь. Черт, да я даже этого говорить не должна. Пошли, Мэтт, попробуй подойти к другой стойке. Подожди. Черт. Она тебе ничего не скажет. Ее привезла полиция. Она не имеет права говорить, что он на седьмом этаже и уж точно не скажет, что он в комнате 703. Спасибо. За что? Я тебе ничего сказала. Я и пытался просто помочь. Так, кто эта девчонка? Знаю ее по работе. Она же здесь работает. Да не, по моей работе. Ее парень паркует там свое авто. Понятно. Неужели слышал нотки ревности? Мечтай. Что-то лифт не приезжает. О, дед. Такой. У меня чаша, я ее вынес. Милок. Поддержи-ка. Такой дед подозрительный. Энерлопис ходил. Ого. Нормально дедушка наяривает пиписьки. Они не разрешают не выходить в интернет. О, боже. Я знаю. Ему уже 80, да? Нет, нет. Я, кажется, понял, как пар вывез чашу с аукциона. Что? Пойдем. Через деда? А его никто не должен охранять. Медсестры там. Что ты? Помнишь меня, верно? Вас не должно здесь быть. Сестра? Тихо. Послушай меня. Я мирная женщина. Я не хочу причинять тебе боль. Но если сделать что снова, поверь. Все твои клеточки, которые болят сейчас, будут болеть гораздо сильнее. Я ясно говорю? Мы пришли к соглашению? Да. Хорошо. А теперь расскажи мне свои сделки с Эмюлем Паром. Мы знаем, что ты подменил фарфоровую чашу. Это ложь. Блифовать. Хочешь обсудиться с полицией, приятель? Поглядим на запись с камеры. Они уже видели запись. Запись ограбления, может быть. Но как насчет записи с твоим участием? Куда? Лифт. Лифт. Там нет камеры. Именно там ты и заменил чашу, разве не так? И камера должна была тебя заснять. Знаешь, если ты подстраховался? Если люди знают правду, станет ясно, что ты там делал. Че тебе надо? Че ты от меня хочешь? Где оригинал? У пара? Ну, давай. Если я скажу тебе, ты должен пообещать, что никому не расскажешь обо мне. Да ты шутишь. Ты вляпался в это дело не меньше нас, приятель. Не пообещаешь, ничего не скажу. Че за детский сад? Посмотрим. Ладно. Теперь ты только между нами. Где ебаная чаша для риса? Последний раз спрашиваю по-хорошему. Ладно, ладно. Я ее заменил. Заменил подделку под длинником и спрятал. Спрятал где? Шкафчики. Шкафчик, который пар купил на аукционе. Там было потайное отделение. Там было... Дак? Да. Они... Она там. Чаша все еще внутри. Я не знаю, это правда. После ограбления охрана все унесла. И положила в хранилище. Хранилище. Так, она все еще в Хэнсворте? Да. Охренеть. Это ограбление. Теперь можешь снять. Хэ? Ей понравилось, что я. У нее это... У нее пульс повысился. Нам придется вернуться в Хэнсворд. Ну и как, блин, попадем внутрь? Не знаю. А вот он знает. Камеру хранения мы с этим пройдем? Если проникнуть туда. Нормально. Нас тут не было, хорошо? А вы никогда не слышали о потайном отделении? Поправляйся. Чувак такой, полежать спокойно не дают. Где тут? Чисто. Отлично. С тобой-то уж точно. Что-что? Что ты сказал? Я просто отметила. Сзади. Ух, нихера свертухи. Ху-ху. Нормально свертухи мне вписали. Ху. А я такого не ожидала. А за что? А что, только я, что ли? Что вибрирует? Мэй, какого хуя она у нас? Найди чашу. Доставь ее нам. А это что за хрен? Принеси ее в приемную нашего отделения завтра в 9 утра. Или девчонка умрет. Алло. Может, пусть умрет? Мы пойдем домой таки. Ну все, пока. Я пошел домой. Спасибо за внимание. До свидания, да? Нуга. Я пошел. Ну, короче, ладно. Давайте на этой нотке с вами закончим. И в следующей серии, я думаю, мы закончим уже с вами игру до конца. Посмотрим, что там у нас получится по концовке. Хорошая, нехорошая, плохая, неплохая. В общем, мне пока что нравится. Надеюсь, что и вам тоже. Короче, скоро увидимся. Не забывайте смотреть мои другие классные ролики. И подписывайтесь на телеграм-канал. Пока!